Йо, всем привет! Меня зовут Алексей Мшуков и я записал урок специально для videosmile.ru Сейчас я вам покажу, что сегодня мы будем делать в этом уроке. Мы разберем вот такой вот способ анимации рукописных шрифтов либо логотипов, написанных таким образом. Также разберемся, какие фишки можно будет накинуть поверх нашей анимации, чтобы она выглядела более эффектно и красиво. Перед началом урока хочу обратить ваше внимание на то, что анимация логотипов разбита как бы на две части. Это я сделал умышленно для того, чтобы показать вариативность подобной техники. Это значит, что мы можем создавать бесконечное количество вариаций, используя основной прием. Все зависит лишь от вашего воображения. Что ж, давайте начнем урок. Для начала мы создадим новый проект. Создадим в нем новую композицию. Я подпишу ее в лого-анимейшн. Продолжительность у меня стоит 5 секунд. У этого достаточно. Окей. Что далее? Закидываем наш логотип, который мы будем анимировать. Перетаскиваем его в программу и кидаем на таймлайн. Я буду анимировать только одну букву, но на примере этой буквы вы сможете понять всю технику целиком. Окей. Допустим, наша буква готова. Вообще, техник анимации подобного шрифта в After Effects достаточно много, но я сегодня буду рассказывать конкретно о использовании плагина 3DStroke от Трапкода. Чтобы его заюзать, нам нужно создать новый Solid. Цвет солида не имеет значения, так что жмем ОК. Если что, Layer, New, Solid. Далее заходим в эффекты, выбираем Трапкод и выбираем 3DStroke. Окей. Мы видим, что ничего не произошло, так как 3DStroke работает по пути маски. Чтобы он начал отображаться в окне превью, нам нужно на нашем Solid с эффектом нарисовать маску. Для этого мы используем Pen Tool. Выделяем его и, соответственно, рисуем необходимую траекторию. Сейчас я буду рисовать траекторию с небольшим запасом. Далее объясню, для чего это нужно. Так, допустим. Допустим, мы делаем небольшой вынос. И уже дальше обрисовываем нашу букву. Мой 3DStroke немножко глючит, и поэтому он не сразу отображает линию. Скорее всего, у вас она сразу появится, и для удобства обрисовки можно сперва отключить слой. А после того, как вы создадите нужную маску, включить его и дальше уже настраивать наш строк по необходимым параметрам. Что мы делаем сейчас? Мы стараемся максимально точно подогнать наш строк по силуэту нашей буквы. Сразу скажу, что использовать параметр толщины линии и задирать его до каких-то нереальных размеров не стоит, потому что в дальнейшем это может вызвать ряд неудобств. Так что делаем все максимально точно, как это возможно. Окей. Допустим, я подогнал наш строк по размеру. Меня устраивает его форма. И можно перейти непосредственно к анимации этого строка. Назовем его строк 1. Сразу же его продублируем. Объясню чуть позже, для чего это нужно. Отключим продублированный строк и перейдем к анимации строк 1. У 3D-срока есть достаточно много параметров, которые можно анимировать и настраивать. На данном этапе нам понадобится значение start и end. Если покрутить ползунок, то мы можем увидеть, что наш строк прорисовывается из нулевого значения в стопроцентное соответственно. Этот параметр мы сейчас и будем анимировать. Жмем на часики, ставим ключ. На значение 0 на нулевом фрейме. И передвигаем, допустим, на 20 фреймов вперед. Так, значение 0, нулевой фрейм. И на 20 фрейме мы выставляем значение 100. Откроем ключи. Для того, чтобы мы увидели ключи, которые мы заанимировали, достаточно нажать на клавиатуре букву U. Так, давайте проиграем анимацию и посмотрим, что у нас сейчас получилось. Мы видим, что наш строк начинает появляться. Я поставлю, изменю значение второго ключа, последнего. Для того, чтобы это сделать, нужно его выделить правой кнопкой мыши, зайти в помощник ключей, и я ставлю easy in. Это дает более мягкую анимацию затухания. То есть в начальной точке нашей анимации скорость появления строка больше, чем в конце. Можно также поднастроить, если вам хочется с помощью граф-эдитора нажать, выделить граф-эдитор, и, соответственно, потыркать эту кривую и довести значение анимации до такого состояния, чтобы вам было приятно на нее смотреть. Скажу сразу же, это урок для того, чтобы вы действовали пошагово. В принципе, все делается по наитию. Я просто рассказываю технику анимации. Окей, вот наш первый строк заанимирован. Давайте перейдем, выключим его пока что, перейдем в строк номер 2 и проведем некие манипуляции с ним. Нам нужно, чтобы наш второй строк был максимально подогнан под букву, без каких-либо выносов. Для этого мы уберем лишние точки у нашего паф-пути. И для этого мы заходим в меню Pen Tool и выбираем Pen Tool, который удаляет, грубо говоря, наши точки. Смотрим. Подгоняем ровно под букву. Можно добавить немножко толщины. Окей. И точно таким же образом заанимируем появление нашего второго строка. Итак, вторая часть настройки подготовки анимации готова. Давайте теперь сделаем вот что. Вычтем нашу букву или наш логотип из нашего строка. Переносим лого под строк 2 и в параметрах Track Matte выбираем Alpha Matte. Что мы теперь видим? Мы видим то, что наш строк рисует нашу букву. Это самая примитивная и самая основная часть первой анимации. В принципе, в каких-то случаях, я думаю, что достаточно именно анимации простой. Может быть, это зависит от логотипа. Он довольно-таки строгий может. Или бы еще что-то в этом духе. И вам не нужно никаких дополнительных примочек. Соответственно, с помощью такой техники вы можете заанимировать весь логотип. И он как бы у вас нарисуется. Но мы поедем чуть дальше. Мы возьмем наш первый строк. Перенесем его на самый верх. Включим. И проделываем с ним небольшую манипуляцию. Сейчас первый и второй строк, они рисуются одновременно. Нам нужно сделать так, чтобы строк 2 вместе с логотипом рисовался чуть позже. В момент, когда вот эта линия доходит до начала анимации второго строка. Сейчас посмотрим. Можем немножко убавить прозрачность, чтобы нам было видно. Окей. Как-то так. Я сделал первый строк для того, чтобы превратить его в некую капельку, которая в перспективе нарисует наш логотип. Для этого у 3D-строка есть очень классный параметр, который можем настроить. Мы открываем Taper и активируем его, поставив галочку напротив Enable. Мы видим, что строк изменил свою форму, он стал неоднородным. У него появились кончики острые. Это мы будем сейчас настраивать. Если покрутить настройки в параметре Taper End, то мы увидим, что мы можем сделать один конец более толстый, другой более тоненький. И мы видим, что сейчас это уже больше походит на какую-то капельку. Но опять же таки, продолжительность жизни этого строка слишком большая. Нужно сделать так, чтобы он все-таки исчезал в нужный нам момент. Для этого мы должны заанимировать еще одно значение у 3D-строк. Это значение Start. Давайте сместимся, допустим, на 5 фреймов. Я бы даже сказал, на 2-3 фрейма. Все зависит от того, насколько быстро у вас сделана анимация. И поставим первый ключ на значение 0. Перейдем чуть дальше последнего ключа параметра End и выставим у старта значение 100%. Что это нам дает? Мы видим, что теперь наш строк исчезает. Давайте поменяем цвет у строк номер 1. Сделаем его идентичным цвету нашей буквы. И проиграем анимацию. И посмотрим, что получится. Мы видим, что теперь... Буква рисуется как бы изначально из некой капли. То есть у нее есть траектория. Она залетает в букву и ее рисуют. Давайте также поправим ключи. В общем, я поднастроил нашу анимацию. Давайте перейдем к следующему шагу. Давайте продублируем наш строк, который с амплитудой. И можем прикомпозить строк 1, строк 2 и лога. И пока отключим. Для начала мы можем продублировать несколько раз нашу анимацию и разместить ее лесенкой. Сдвинув на пару фреймов. Зайти в эффекты. Найти эффект фил. И покрасить в разные цвета. Итак, я сдвинул все-таки на один фрейм. Мы видим то, что теперь у нашего строка, у нашей анимации появился такой дополнительный эффект. который, на мой взгляд, выглядит довольно-таки круто. Не обязательно делать несколько цветов. Можно сделать два. Можно сделать четыре, пять, десять. Все зависит от вашей фантазии. Итак, если просмотреть, то сейчас у нашей буквы появились нижние слои как бы просвечивают. Для того, чтобы пофиксить это, мы можем выделить первый нижний слой, зайти в эффекты, выбрать matte и выбрать simple checker. и поставить назначение 1. Скопировать его и кинуть на второй нижний слой. Теперь мы видим то, что этой обводки нижних слоев из нижних слоев у нас нет. Окей. Что можно сделать дальше? Есть бесконечное количество вариаций, как может в перспективе и в конечном счете выглядеть наша анимация. Давайте я покажу просто, как сделал бы я и как мне больше нравится. Я включу наш третий строк, который мы заранее подготовили. Поменяю его цвет на какой-то другой. Нажму окей. Изменю у него толщину. По-моему, я анимировал этот параметр, поэтому нужно выключить анимацию, сняв часики. И если вы нажимаете часики, которые активны, как здесь, то все ключи удаляются. Фактически не надо их вручную удалять. Окей. Я поправил толщину. Далее, что я сделаю? Я изменю немножко траекторию нашего строка, чтобы он не повторял в точь-в-точь основное движение. Просто передвину точки маски нашего пути. Немножко сдвину. Абсолютно рандомно, естественно. сохраняя какую-то все-таки плавную форму. Посмотрим. Сейчас мы видим, что наш строк следует прямо за нашей анимацией основной. фактически совпадая с ней. немножко сдвинуть также на пару фреймов, чтобы было отставание от анимации для того, чтобы все выглядело чуть-чуть более прикольно. можем также изменить настройки в значении Taper, сделать его вот таким вот. у Taper есть еще настройки толщины кончиков. Фактически, чтобы они не были супер острыми, мы можем их сделать более плавными. Так, мне кажется, выглядит немного круче. Здесь какой-то не очень угол. Сейчас мы его поправим. окей. Также есть прикольная фишка, которая мне нравится, которую мы можем сделать с вами сейчас. Эта фишка, как будто бы наш строк объевает нашу букву. чтобы сделать такой эффект, мы создаем новый Solid, кидаем на него 3D-строк и начинаем рисовать на нем маску. вот в таком вот ключе рисуем спираль. все это своеобразные шурешки, и я просто пытаюсь разнообразить немножко анимацию и пытаюсь сказать вам, что в принципе можно экспериментировать и стоит это делать, пробовать, может что-то прикольное выйдет. Окей, мы видим то, что сейчас наши завитки они лежат поверх буквы, нам нужно сделать так, чтобы визуально казалось, что они все-таки заходят за букву. Возьмем продублируем нашу основную букву, кинем под наши завитки и маской перекроем лишние части, так. Теперь мы видим то, что пока можно отключить этот строк. Теперь мы видим, что создается ощущение того, что этот строк обвивает нашу букву. Давайте его просто сейчас заанимируем и посмотрим на результат. Также заходим в настройки 3D-строка, выбираем опять же таки наше значение AND, ставим его на 0, передвигаем на необходимое количество кадров, выставляем значение 100%, и также анимируем исчезновение нашего строка. Так, давайте немножко урежем жизнь нашему нашей маске, которая перекрывает. Для того, чтобы обрезать какой-то слой, нам нужно зажать ALT на клавиатуре и скобку квадратную. Если мы выбираем левую, скобку повернуты в левую сторону, то она режет влево, а если в правую, то вправо. Так, ну вот, смотрим. Я изменил опять же такие параметры анимации. Немножко положусь с ключами. Итак, смотрим, что у нас получилось. Выглядит неплохо. Давайте включим еще один наш строк, поместим его поверх и проиграем анимацию вместе со всем. окей. Вы можете добавлять сколько угодно линий, сколько угодно строков, делать, как-то разнообразить вашу анимацию. можно смещать немножко относительно пути прохождения этих линий, чтобы не выглядело как копипаст. Можно также смещать относительно таймлайна, чтобы они с разной скоростью перемещались. Можно какие-то линии ставить за буквы, какие-то перед. Ну, здесь все зависит собственно от вашего воображения и от понимания вашей анимации. Как по мне выглядит прикольно. Давайте пока что оставим эту анимацию в таком виде и сейчас еще добавим я думаю, что если это заглавная буква, было бы прикольно создать впечатление того, что сперва появилась небольшая капелька, а потом она выросла вот в подобную анимацию. Это всегда выглядит эффектно. Мы просто прикомпозим всю нашу анимацию, выделяем просто все слои, нажимаем layer, прикомпоз, называем ее как угодно. На самом деле подписывать слои это хорошая привычка, я такой не обладаю, но специально для вас назову допустим main animation нажимаем окей, давайте дорисуем, допредставим какую-то траекторию нашей капли. Фактически так, смотрим, у нас из этой точки появляется наша основная анимация, давайте сделаем еще какой-то зигзаг дополнительный. так, создаем новый solid, окей, заходим в эффекты, кидаем на него 3D-строк, выбираем pen tool и рисуем еще одно завихрение. Окей, я думаю такой траектории будет достаточно. Назовем этот слой drop, и давайте заанимируем его. Переходим в параметр start. Чтобы сделать ее максимально похожей на капельку, соответственно, мы должны сделать жизнь у этой колбасы не такую большую, продолжительную. переходим в настройки taper, активируем и давайте попытаемся сделать что-то по форме напоминающее капель. допустим, у меня капелька будет выглядеть как-то так. Давайте сделаем, чтобы она еще меньше жила жила. И включим нашу основную анимацию. Фактически нам нужно сдвинуть эту анимацию, начало этой анимации к концу анимации нашей капли. Итак, я тут немножко помухлевал ключами и добился вот такого вот результата. Все это делается опять же таки интуитивно, нет никаких конкретных правил. Вы просто делаете, смотрите и оцениваете нравится, не нравится лично вам. Ну вот, пожалуй, все. Это основной принцип анимации подобных логотипов и шрифтов, которые, я думаю, если вы занимаетесь motion дизайном хоть раз, но пригодится вам в жизни. Плюс я могу в принципе рассказать немножко о том, какие вас могут подстерегать проблемы и как с ними бороться. Если мы посмотрим на наш логотип, давайте его просто отдельно кинем, давайте так вот закинем его. Если глянуть на него, бывают логотипы разные, чем более по-хитрому написан наш текст, тем соответственно более сложно подгонять строк под форму нашего исходника. я сейчас покажу что может происходить. Также создаю solid, все делаю в принципе по образу и подобию. И допустим, я сейчас возьму букву и буду анимировать букву. И давайте посмотрим. При анимации давайте сделаю просто более явно, чтобы вы понимали о чем речь идет. Иногда у вас могут оставаться из-за того, что строк имеют какую-то в принципе ограниченную форму, а логотип может быть написан как угодно. Иногда при анимации у вас могут появляться такие заусенцы либо косички, которые выхватывают другие части вашего логотипа. И соответственно все это выглядит довольно-таки некруто. решение здесь конечно же все дорабатывать руками до какого-то более годного материала. Не стоит оставлять такие артефакты, если вы хотите, чтобы все выглядело приятно для глаза. Поэтому что мы можем сделать? Допустим, анимация нас устраивает, мы прикомпозим нашу букву и далее делаем такую вещь. Мы смотрим на левый кусок, который появляется, выделяем Pen Tool, отщелкиваем какую-то пустую область, чтобы ничего не было выделено. и рисуем шейпом форму по нашей буквы, по краю буквы, которая бы перекрывала наш косяк. Мы видим, что сейчас наш шейп перекрыл этот заусенец шейпом и по принципу вычитания, так же в закладке трек метод мы выбираем альфа инверт метод и видим то, что этот косяк исчез. метод смотрим, в принципе, он должен перекрывать лишь до какого-то момента нашу анимацию. Соответственно, мы смотрим, что вот здесь вот уже на этом этапе этот островок уже не нужен, который закрывает. и мы просто обрезаем наш слой заплатку и мы видим, что сейчас этого заусенца уже нет. То есть анимация соответственно выглядит такой, как она нам нужна. Сколько таких заплаток может быть на вашем тексте я точно вам сказать не могу, но бывает приходится повозиться. Например, чтобы заанимировать подобный логотип, я могу сразу сказать, что придется очень в многих местах его корректировать. Плюс немножко по технике, если сказать, опять же таки, если вы анимируете цельную надпись, нужно визуально прикинуть, сколько будет блоков анимации. То есть буквы заглавные это одна часть анимации, они анимируются отдельно. Плюс здесь есть такая полоска, подчеркивающая логотип, она тоже будет анимироваться отдельно. Соответственно, где есть какое-то слитное написание, можно рисовать строк прям по воображаемому пути пера нашей кисти. Но опять же таки, в каких-то моментах придется перерываться и создавать новый строк. В общем, я думаю, с учетом всех рекомендаций, всех небольших советов, у вас легко получится очень крутая и стильная анимация. Все, спасибо за просмотр, увидимся еще. .